Как я уже вам говорил, наш трекинг к завершению подходил. Осталось лишь в течение двух дней спуститься на автобусах для встречи с цивилизацией. У всех участников поездки заранее прошу прощения. Об этом переезде не вспомнишь, без сожаления. Автобусом наш транспорт можно с натяжкой назвать. Душегубка еще так, конечно. Твою мать. Длина, ширина, высота. Все пассажирские места. Для непальцев рассчитаны одни. Нашим людям это западне сродни. Два автобуса. Один для нашей группы, второй для шерпов. Времени нет злиться. Все кое-как уселись. Кто полубоком, кто на полу ягодице. Нас предупреждали. Поездка будет непростая. Я на подножке впереди сидел, летающую пыль глотая. Без балаклавы лучше не открывать рот. Неужто непальцы так не любят наш народ? Да нет. Непальцам просто все равно. Они привыкли жить в таких условиях давно. Дороги? Нет. Одно название. Земля и камни это не дорога, а наказание. Через полчаса я согласился местами поменяться, чтобы Наталья в добром здравии могла остаться. Ехать сзади было еще хуже. Однозначно. Там была намного сильнее качка. Спертый воздух и жара затмевали разум. Плохие настроения в животе появлялись сразу. Приходилось часто открывать окно. К счастью, находилось возле меня оно. Однажды я немного не рассчитал, и столб огромной пыли в салон попал. Забитый нострик. Не могу дышать. Стало резко хуже. Готов голову на сечение отдать. Даже не знаю, что страшнее. Недостаток кислорода на перевале или испытание душным пыльным автобусом в Непале. Можно с уверенностью лишь одно сказать. Не жалея. Оба случая я пережил. А что не убивает, делает нас сильнее. По иронии судьбы, поездка в этом адском автобусе для человека нам подарила самый красивый вид за весь трекинг. Обрывы, реки, ущелья, водопады, горные джунгли Азии, поля, террасы, деревни. Потрясающее разнообразие. Вот так красиво и опасно. Аж на грани. Наконец-то мы остановились. Татапани. Райское место. Оно стоило тех мучений. Душа получит должное лечение. Жилище наше прямо над дорогой, на горных склонах. Во дворе деревья мандарин, огромные лимоны. Напротив нашей комнаты банановые пальмы. Это еще одно открытие. Как выглядят они теперь, в этом нет тайны. Исправный душ. Горячая вода в избытке. Во дворике готовят фреши, но почему-то из бутылки. Помывшись в сласть, наевшись вдоволь, по улочке единственной мы прогулялись по окрестности новой. Здесь много лавок, украшения, палатки и пледы. Я прикупил сестре один. За время трекинга они обросли легендой. Нам повстречался настоящий монах впервые. В тюрбане-рясе старик с волосами густыми и седыми. Еще чем Татапани уникально. Горячие серные источники под открытым небом, буквально. Два бассейна прямо у дороги, можно принять ванну или попарить ноги, даже если ты час назад помылся. После серного источника как заново родился. Наш путь был утомительный и длинный, но здесь сутки напролет можно сочинять стихи и на холсте писать картины. Если спросить сейчас, на что я мог бы смотреть вечно, отвечу – на огонь, на воду и на горы, конечно. Как здесь уютно и тепло и вечером, и днем. Пуйство зелени вокруг, дешевая еда, жилье. Можно потерять времени под счет и провести на этом месте не один год. Продолжение следует...